Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А значит, она должна была состариться и умереть, сидя в заперти Сегодня Наташа в нашей студии Прошу аплодисменты! Наташа, красиво идете Хорошо выглядите Спасибо И в общем, производите впечатление Умного, интеллигентного, красивого человека Давайте начнем с самого начала За что держали? В интернате Потому что от меня отказались родители Бросили в роддоме Когда я маленькая была А потом в дом малютки А с дом малютки мне вторые С петельного до этого Вот я в детском доме В 86 году, 17 июля Поступила туда Ну там всю жизнь пробыла Был диагноз какой-то? Ну диагноз легкая, умственно отсталась Ну мы сейчас с вами разговариваем Я думаю, что зрители не дадут соврать Что абсолютно нормальная, красивая девушка сидит Да, учитывая Учитывая то Какую жизнь она прожила Вам было трудно учиться, да? Вы отставали от сверстников? Нет, мне помогала воспитательница Афанасина, Людмила Афанасина Она с нами занималась Вот Но она ушла на пенсию И действительно, то что говорит английская газета Действительно, факты есть такие? Издевательства в вашем интернате, а? Нет, ну они не издевались Просто наказывали Действительно плохо кормили? Кормили действительно плохо, да А что такое наказывали? Ну наказывали, спать ложили, если там не слушаешься Ну это и меня так наказывали в семье Спать ложили Кормили плохо, да? Да, кормили действительно плохо Как вы считаете, где правда ближе? В английской газете «Санди Таймс», которая говорит, что все ужасно, или воспитатели руководства интерната, которые говорят, что у нас все хорошо? Наверное, в английский, в этот, как вы сказали. В англичан, да? Ну да, наверное. Я думаю, так. Вы видите вот то, что мы видим. Действительно это кадры из вашего интерната? Да. Какие-то знакомые лица есть для вас? Есть. Это наши дети. А чего худые такие дети, а? Ну, наверное, что не наедали. Что вам давали из фруктов, из витаминов? Давали нам на завтрак апельсины, ну порезанные. Яйца давали, сыр давали, масло давали, суп давали. Ну и хлебушек. Ну и хлебушек. Да. Скажите, пожалуйста, я обращаюсь к студии и к уважаемым экспертам. Как вы считаете, я говорю свое мнение, вы меня поправьте, если я не прав. Мне кажется, что это тенденция в нашей стране. Когда я говорю «наша страна», я имею в виду и Россию, и Украину. Мне кажется, что это тенденция. Я объясню, почему. Я недавно посмотрел репортаж, удивительную программу. Молодая семья из Краснодарского края, очень красивые люди, он и она, они берут детей. Детей, от которых отказываются все. Вот все плохо, не ходят, да, слюни текут. Показывают этих детей. Девочка. Вообще не ходят. Кривые ноги, колесом. И показывают эту девочку через пять лет. Вы знаете, все, кто смотрит, слезы наворачиваются. Девочка идет. Идет с мамой. Что делает любовь, понимаете? Я так понимаю, что есть девушка Леся, журналистка, да? Леся, поднимите руку, если вы в студии. Да, я так понимаю, что вы были в этом интернате, да? Были как журналистка, и вы видели, да? Скажите, пожалуйста, свое впечатление. Я была в интернате Терес, когда я работала в программе журналистских расследований за вікнами. Набагато ранее, это было десь два года назад. Поэтому, власне говоря, там мы познайомилися вперше с Наталою. Вона еще тогда была в интернате. То есть вы знакомы, да? Мы знакомы, да? Мы сьогодні побачилися. Потому что тогда, когда Наталку побачили, это был шок, конечно, для всех, кто видел этот сюжет, что девочка, которая признана государством необычаемой, есть такое слово, да, необычаемые дети. Это дети, которых не учат. Трагедия в том, что с самого начала их родственника они преречены фактически на существование. Их не учат, хотя они могли бы быть полноценными членами общества. Они могли бы працювать, они могли бы жить нормально в социуме, но государство не хочет их учить. И через это они проводят жизнь в своих детских домах. После этого их переводят в психоневрологические интернаты, что еще страшнее. Скажите, а Наташа отличается то, что вы видели тогда, и то, что мы видим сейчас? Я вам скажу, что тогда для меня было шоком, что девчина с таким диагнозом читает и пишет. Это означает, что ей просто неправильно поставили диагноз, и через это она живет в интернате. Прошу вас, представьте, пожалуйста, чтобы зрители... Анастасия Хаустова Елена Александровна, врач-психиатр, врач-психотерапевт. Тот диагноз, который вы озвучили, вы имели право его озвучить слух, и вы это сделали, он совершенно не значит равно, не обучаемо. И, естественно, ни руководство интерната, ни преподаватели, ни врачи, которые там работали, такое, как вы говорите, клеймо, на ребенка, конечно, не ставили. Более того, если вы говорите, что вы видели нашу героиню два года назад, я вас уверяю, что за два года она бы не смогла наверстать и стать такой, как сегодня, если бы в нее не вложили душу в интернате. Я просто думаю, что вы знаете, что это был интернат четвертого ступня, где, на самом деле, не проводится навчание детей. Вы же это знаете? Их там не учат. Те, что ее научили читать, это просто ей потрапило, на ее шляху встретилась добра женщина, которая ее учила. Решту детей там не учат. Я больше вам скажу, с ними даже не занимались. Их не выводили на улицу, когда я туда приехала. Они не знали, они на улицу не выходили, у них не было игр. С ними никто там не занимается. Они лежат там, ну, это страшные вещи, на самом деле, не хочу это говорить, да? Они просто лежат, на них никто не звертает увагу. Там лежал хлопчик, с которого вся голова была в гематомах, и кровь текла с вуха. И мне сказали, что просто, ну, дитя набьется головой в стенку, что мы с ним можем сделать? Это не, ну, их не учат там. В таком случае, давайте не будем путать понятия. Потому что умственная отсталость, это имеет разные проявления в зависимости от своей степени. И какая-то степень умственной отсталости, в том числе, может иметь те проявления, о которых вы говорите. Наша героиня предстала совершенно иной. Почему она попала в интернат, в котором не учат? Это же тот вопрос, который, наверное, и следовало разобрать. Я не владею информацией, естественно, я не разбирала нескольких... Лизия, а можно я вас попрошу сюда выйти, чтобы... Вот куда-то сюда, чтобы прямо вы стали официальным экспертом. А еще лучше родилась у меня мысль. Сядьте, пожалуйста, рядом с Наташей. Так будет понятна расстановка сил. Хотя я думаю, что совершенно неправильно говорить о какой-то расстановке сил. Все равно мы все мечтаем, чтобы те дети были счастливы. Правда же? Конечно. Абсолютно это, я думаю, что правильно. Хочу сказать следующее. Прежде чем мы будем говорить о том, как попали туда дети, я хочу уточнить, как коллега Васякина. И наши города находятся рядом. Я директор Шахтерского дома-интерната. И когда я пришла... Васякин это... Торесский дом-интернат. Это директор вот этого интерната. Да, да. И дети, часть этих детей попала в наш дом-интернат. И прежде всего хочу уточнить. В этих интернатах и в моем, и в Торесском находятся не дети-сироты и лишенные родительской опеки. Там находятся дети, у которых есть родители. Примерно вот у нас из 230 детей 100 дети-сироты, а 130 имеют родителей. И поверьте, я как мать, я как директор могу сказать, жалко здорового ребенка, но больного ребенка жалко вдвойне. И нет большего судьи над ситуацией, чем мать. На моей памяти уже 5 у нас детей. Благополучно, хотя и было заключение медико-педагической комиссии, дети попадают только по заключению областной медико-педагической комиссии. Компетентные люди? Да. Это очень... Нет права сомневаться в их компетентности, а? Ну, наверное, есть их, если судить по этому случаю. Но каждый директор имеет право и коллектив... Я прошу прощения, но мы же видим вот это. Вряд ли это напоминает счастливое детство. Это дети четвертого профиля. Это очень глубокая умственная отсталость. И говорить о том, что их не обучали, ну, нельзя так говорить по одной простой причине, что в штате был воспитатель. А раз есть в штатном расписании воспитатель, подразумевается, что дети обучаемые. Вот у нас в интернате мальчики, и наши мальчики в 2009 году заняли по Украине первое место по футболу, и ездили в Польшу на международный турнир, и заняли шестое место. И сейчас они ездят на Донбасс-арену благодаря спонсорам, великолепно поют, танцуют, и я приглашаю всех в Дом интернате. Спасибо, дай Бог вам здоровья. Что скажет Леся? Леся, разговор о том, что это действительно тяжелые дети, и нет места, где можно было бы более цивилизованно их содержать. Ну, я ничего не буду сказать. Ось есть Наталка. Вы видели, как их годуют, чем их годуют? Безпосредственно, когда вы туда приехали. Мы вот сейчас спостерегаем, что действительно дети очень худые. Ну, такое ощущение, как из Бухенвальда, Освенцима, ощущение действительно хворых детей, которых не годуют. Вы видели, как над ними знущаются? Вот вы говорите, что дитя билось головой об стену, кровь с вуха, и никто не мог допомогти. Мне сказали, что выхователька, что они ничего не могут сделать. Это стандартная ситуация. А как такое может быть? Этого ребенка следовало бы, наверное, как-то изолировать. Может быть, ну, не доводить до такой ситуации, когда ребенок бьется стену головой. Я не знаю. Одного можно изолировать. Но когда их 230 только в одном интернате, это должно быть на каждого по два воспитателя. А что делать? 460 воспитателей. А что их всех бросить? Сколько у вас воспитателей, скажите, пожалуйста. Штат сотрудников 220 человек. 220 человек? На 230 детей штат сотрудников 220 человек. Но это включая уборщиц, поворот. Включая всех полностью штат сотрудников. Воспитателей среди них 63 человека. 55 месяцев. Вроде не мало. Вроде я вижу хорошие цифры. Достаточно нормально. И если ты один, на тебя приходится 2-3 ребенка по воспитателям вот так получать. В общем, это не коллапс, не трагедия. Дамы и господа, в нашей студии сегодня человек, благодаря которому Наташе, может быть, и удалось из этого интерната вырваться. Виктория Федотова. Прошу. Я так понимаю, Виктория, что вы президент, поправьте меня, Международной Федерации, которая называется... Ну, не Международной, Мартин Клуб. Общественная организация Мартин Клуб. Мартин Клуб. Почему название такое? Молодежь, активность, равенство, творчество, инициатива. Все понял. Как вы узнали о Наташе? Почему именно Наташа встала в ваши планы? Почему вы в ее судьбе приняли участие? Ну, впрочем, почему Наташа, это и так видно и понятно. Потому что она такая, какая она есть. Потому что она очень сильно отличается от всех остальных детей, которые с ней прожили жизнь в интернате. Вот, от тех детей, которые сейчас идут на свадьбу. Действительно тяжелые дети, да? Это интернат четвертого профиля. Это действительно очень тяжелые дети. Это самые тяжелые расстройства, которые могут быть у человека. Это вот дети в таком интернате находятся. Дети и взрослые люди тоже. Как мы познакомились с Наташей, наша организация благотворительная. И в течение 11 лет последних, ну вот с конца 90-х, мы посещали этот Рызский интернат с помощью. В Рождество и в Пасху мы привозили какие-то продукты питания, какие-то подарки детям. Ну, то есть, классика благотворительности. Такие подарки детям. И с Наташей, ну что-то проводили с ними вместе какое-то время. И получилось так, что с Наташей мы познакомились давно. Особенно хорошо мы познакомились с ней в последние года три, когда Наташа начала проявлять очень активное желание уйти из интерната. И когда мы начали узнавать, что действительно... Сколько ей лет было, Наташа? Вы знаете, вот сейчас я слушала, что говорится, но на самом деле Наташа провела там не один год, люди, и не два. Она провела там 30 лет. 30 минус 5, когда она попала в пятилетнем возрасте. За эти 25 Наташу должны были заметить. Пусть даже она была хуже, чем сейчас. Пусть даже она не умела читать там и что-то не могла освоить. Но сейчас она такая, как есть. Я прожила с ней сейчас вот рядом год, и я вижу, что те расстройства, о которых говорится сейчас, ну их просто, скорее всего, их не было. В этом интернате, в таких подобных интернатах, есть такие же люди, которые, в принципе, могли бы совершенно спокойно существовать в нашем социуме? Безусловно, они есть. Снежана. Есть. Вот Снежана, пожалуйста. Дайте Снежане микрофон, пожалуйста. Красивая, молодая, все еще там. Ну, я не знаю, я там живу 4-х лет уже. Сколько? 4-х лет там живу. И мне, по крайней мере, Наташа, да, она сама свой выбор сделала, девочка. Каждый сам себе выбирает выбор. Я отлично выбирать не хочу, между волей и так. Потому что я больная, признаюсь. Ну, я на волю не хочу. А Наташа, конечно, ей нравится. Я потрясаю, да, сейчас, что... Я это один слышу, а? Когда здоровая, красивая девчонка... Я больной, я в ужасе. У меня тоже легкая умственная осталась. Но я лично никуда не хочу выходить. Если бы кто-то меня забрал, я пошла. Если бы мама и папа у меня, так у меня никого нет. Я сирота. Ну, я тоже сирота. Но я же сделала выбор. Может, рано не поздно найдутся люди. А хотелось бы всех-то своих родителей, чтобы были рядом. Ну, а если родители откажутся? Обязательно найдутся. Вот они после нашей программы не могут не найтись. Просто не могут не найтись. Сейчас они, конечно, мне уже, как бы, родители сильно не нужны, естественно. Тебе не нужны, может быть, родители. Тебе просто нужны добрые люди, которые, да, будут рядом. Где ты можешь посидеть, просто посмотреть телевизор. Просто поплакать. Да, это правда. Спасибо. Просто посмеяться, да. Мне кажется, что эти люди появятся. Очень скоро появятся. Ты молодец. Ты просто молодец. Ты говоришь такие мудрые, глубокие вещи, на которые многие из нас просто не способны. 22 года женщина считала, что ее ребенок умер. Но однажды в трубке она услышала, мама, это я. Это будет короткая реклама. Не переключайтесь. Оставайтесь на Интере. Здесь все свои, а в студии нет посторонних. Тема нашей сегодняшней программы обреченная. Мы расследуем скандал в интернате города Торрес. Британская газета «Санди Таймс» опубликовала разоблачительные статьи о мучениях детей-инвалидов. В чьи руки попали беспомощные дети? Кто их воспитывает? Садисты или заботливые ангелы? Эта история шокирует. В нее трудно поверить. Но придется, потому что ее герои сегодня в студии. Мария считала, что ее сын умер. А спустя 22 года в трубке раздался голос «Здравствуй, мама». Встречайте, Марина Муракова. Как могло случиться, что вы не видели так долго своего ребенка? Мальчик родился инвалидом. Мало того, он родился тяжелым. У него не раскрылись легкие. Его забрали в больницу. Мы с мужем два раза ездили. Мы видели его под капельницей. А потом, когда приехав на третий раз, нам сказали, что ребенок умер. Кто сказал? Нам сказали медсестрам. В больнице. Скажите, сказала и вы поверили? Или это было официальное свидетельство о смерти? Нет, мы поверили, потому что мы видели, в каком состоянии он находился. И мы просто поверили. Но когда я попросила, может похоронить, дадите, нам сказали, что таких детей они не отдают. Я Атаманчук Светлана, работаю в детском отделении города Тореза в этом интернате. С 90-го года. 21 год уже. Женю мы приняли. Как раз я пришла на работу. Женя, это сын, да? Но я не об этом. Я просто хотела сказать, что я лично его принимала, и он рос на моих глазах. А я хочу сказать по-другому. Вот посмотрите, пожалуйста. Это расписка. Мураков Леонид Борисович. Так, проживающий по адресу город Янатьево. Не надо почитать адрес, да, есть адрес. Отказываясь от своего сына, родившегося 8 марта 86-го года, с наличием у ребенка естественных уродств. И расписка мамы Марины Винарьевны, 63-го года рождения. Тоже самое. Я отказываюсь от своего ребенка в связи с наличием у него множественных физических уродств. Это правда, да? Я не писала никакой расписки. Я никогда не писала отказ. Отнесите, пожалуйста. Я извиняюсь, конечно, что приходится... Да, это ксерокопия, если нужно, я предоставлю оригиналы. Ваша рука? Нет, это не моя. Нет, нет. Нет, это не моя. Эти документы к нам пришли вместе с ребенком. Он к нам поступает в 4 годика. Я еще раз вас спрашиваю, это не ваша рука? Не ваша подпись? Нет. Нет. Конечно. Нет. Я прошу прощения, я так правильно вас понимаю, что мать обманывает? Эти документы... Нет, я не хочу сказать, что мать обманывает. Я не знаю, как там было на самом деле, но к нам ребенок поступает с документами. Так. И он пришел к нам с этими расписками. Расписки с роддома. Он 4 года находился в Донецком, в специализированном доме ребенка. По достижении им 4 лет его направили к нам. И он пришел с этими документами. Ну, а проверять как бы это, ну, наверное, совершенно логично, что это не ваша работа. 65 процентов, которые приходят с такими расписками. Почему выдачи тела вы не настояли, чтобы это случилось? Ведь это же ребенок, это же не кот. Даже поздние аборты матери забирают ребенка, своего ребенка, 5-6-месячного, и хоронят где-то под грушей в саду, я не знаю. Ну, мне трудно себе представить, как бы мне сообщили, что мой ребенок умер. Не дай Бог, не дай Бог, конечно. И не показали его тело. Это невозможно по юридическим законам даже. Ну, я тоже здесь. Марин, я это списываю на горе, на шок, но мне кажется, ну, как это так, не увидеть, а? Я не понимаю. То есть, я при любом шоке, жалею, женщин все равно их просят, успокаивают, но просят опознать тело. Марина, расскажите, пожалуйста, о том дне, когда вдруг на вас свалилось это счастье, и вы услышали сына. 11 октября 2008 года я получила письмо из Тореза. Мне писали о Валентине Михайловне, это женщина, которая опекала моего ребенка. И 8 лет она опекала его. Действительно, он находился под ее защитой. И они решили написать письмо, которое я и получила, и сразу же... Для меня, конечно, это был шок, когда я считала ребенка умершим. И получив это письмо, я даже ни капельки... С фотографией, ксерокопией была паспорта, я даже ни капельки не сомневалась, потому что ребенок очень похож на мужа. И мы через три дня со старшей дочерью и младшим сыном сразу выехали в Торез. Там мы встретили... Ваше ощущение, ваше впечатление, как женщина, как матери, как человека, когда вы в первый раз увидели Женю? Вы можете не говорить, можете не говорить. Я думаю, что те ощущения, которые невозможно объяснить словами. Дамы и господа. Женя Мураков. Жень, когда ты узнал, что мама есть, когда ты понял, что ее можно найти, как ты это делал? Что было внутри? Мне когда сказали, что мама, у тебя есть мама, Марина, папа, папа или у меня живет. Я потом думал, вырасту и найду родителей своих. Ну, именно сынка. Ну, пошел я... Помогли тебе помогли. Помогли просто как. Подосок. Через интернет. Через интернет мы помогли. Через интернет? Да. Обалдеть. Да. И поэтому где... Как? Я прихожу в гости потом, Валентина Михайловна. Я нашел своих родителей. Она говорит, Женя, это вот еще фантазия. А нет, не Валентина Михайловна. Это правда все. Спасибо большое. У нас есть видео той же женщины, Валентины, которая помогла, собственно, Жене и Марине встретиться. Давайте посмотрим. Ну, вот глаза вот это вот, вот это его как-то вот он, как котенок. А ты меня любишь? Я говорю, люблю, Женя, люблю. Вот ты мне будешь мамочкой? Я говорю, буду мамочкой. Он так вот прилепнет. Ну, я не знаю. Говорит, ну, как мне найти родителей? И мы пошли заказным письмом, отправили на почте это письмо. Вот. Я написала, что вот так вот, что муж работал на проходной, что такой вот мальчик, что такие ясные глаза, что он нормальный, какой он аккуратный, как он умеет за собой ухаживать. И отправили мы это письмо. И он так высчитал Женя. Говорит, где-то через два дня, говорит, если нормальные люди, они должны, говорит, откликнуться. Вечером звонок, и женщина звонит, и оказалось, это Марина Винарьевна. Приехали они сюда, приехала мама, приехали брат, сестра. И она говорит, я вам клянусь, что я считала Женю умершим. Я говорила, если Женьку обидите, большой грех будет. Мама, вы что, вы что, вы никогда его не обидите. Марин, если у вас есть что сказать, можете в камеру сказать добрым людям несколько слов. В частности, вот Вале, Валентине. Я очень благодарна Валентине Михайловне. Она сделала для моего Жени очень многое. Очень многое. Ну и самое главное, она его действительно любит. Я думаю, что мы все желаем вам сохранить вот эти чувства, эту любовь к вашей семье. Мне очень нравится, когда в нашей программе возникают ситуации, ну, позитивные, когда не разводишь руками и не говоришь, что я не знаю, о чем помочь. Вот какой-то позитив, выход из ситуации. Я прошу мнения наших уважаемых экспертов. Ну, просто несколько слов о ситуации. Может быть, пожелания. Прошу. Очень тягостное впечатление произвело то, что я увидел на экране. И я далек от мысли, что английские журналисты специально выбрали страну Украину, чтобы образовать ее в глазах мирового сообщества. В Англии тоже родятся дети с умственными отклонениями, с физическими отклонениями. Но их поразило то, что происходит у нас. Объяснить это очень просто. Мы живем, ну, извините, не политическое шоу, но мы живем в обществе сумасшедшей социальной несправедливости. Просто. Когда украинец номер один, скажем, президент, может снять с запястья 6 годовых бюджетов вот такого дома, это ненормально. Это значит, что уже созрел новый Египет. И что он не за горами. Вот это ненормально. Если нужно в два раза больше воспитателей этим людям, если они получают 1200 гривен, да, в месяц, вы можете представить себе. Я не могу, честно сказать, что я живу за 120 долларов в месяц. Когда президент еще выступает и говорит, у нас Египет не пройдет. Пройдет. Почему он так уверен, что у нас Египет не пройдет? Пройдет в лучшем виде. Из-за горе отдадут больным детям, и будут они лучше себя чувствовать. И будут в 4-5 раз больше зарабатывать те, кто, слава богу, делает совершенно нормальных людей. Из тех, кого мы видим в студии. Вы не притворяйтесь, пожалуйста. Потому что, вы говорите, нормальные умные вещи. Спасибо. Спасибо, да. Пожалуйста. Прошу. По поводу того, что я услышала от девушек Наташе, низкий поклон. Она выжила только благодаря тому, что она очень сильная девочка. Это правда. Как, впрочем, и Жека. По поводу Снежаны у меня немножко другое сложилось впечатление. Она очень умная девочка. И, скорее всего, что это симуляция умственной отсталости для того, чтобы не выйти. Она просто боится. Да, она просто боится. Спасибо большое, что время поджимает. Мы продолжим после короткой рекламы. Новые вопиющие факты от тех, кто прошел через ад. Не переключайтесь. Здесь все свои. Здесь все свои. В студии нет посторонних. Тема нашей сегодняшней программы – обреченные. Они были обречены жить, как растения. Над ними издевались. Их унижали. Но они не сдавались. Мы должны дать слово другой стороне. Это будет справедливо. Дамы и господа, в студии человек, которого обвинили во всех смертных грехах. Кто-то считает его святым. Директор интерната города Торрес Александр Григорьевич Восякин. Прошу. Здравствуйте. Где удобно? Может быть, здесь будет удобно. Ну, вы понимаете, что так или иначе весь сегодняшний разговор, в общем, вокруг вас крутится. Я попрошу Наташу встать. Наташа, встань, пожалуйста. Наташа, можно вас просить встать, да? Да. Эта девочка недоедала. Очень невкусную пищу ела, да? И тем не менее выросла красавицей. Умницей, как мы говорим. Правильно? Не класса образования. Вас не спрашивают. Не класса образования здесь говорят еще, да? Так, теперь относительно образования. Наташа до 17 лет выучила только одни буквы. Нет, я в 9 лет. Но, Наташа, есть же характеристики на тебя. Каждый год пишет воспитатель. В 18 лет она выучила читать и начала писать отдельные слова. В 19 лет она более-менее стала выводить слова, и то переписывая их с листочка на другой листочек. Вы же не смотрите на то, что диагноз легкая умственная отсталость. Она в стадии дебильности. И если ребенок и говорит, что он все понимает, не воспринимайте это все всерьез. Значит, не мы это делаем. Это делает медико-педагогическая комиссия, областная, а не врачи дома-интерната и сотрудники дома-интерната. Это первое. Второе. Над Наташей мы очень долго и очень упорно трудились. Это свидетельствуем о том, что она научилась писать и читать. По моменту того, что Женю через 22 года только увидели. И что мама сказала? Мама сказала. Что? Она очень благодарна тому человеку, который ей сообщил. Но не тем людям, которые воспитали этого Женю. Которого кормили с ложечки. Аминозином кололи. Кололи аминозином. Потому что это... Что вы так хлопаете бурно? Аминозин это не психотропное вещество. Это нейролептик, который применяется для лечения подобных заболеваний. Можно еще комментарий? Да вы его наказывали аминозином, не лечили. А что такое наказывать аминозином? Ну, просто объясню. Для меня это непонятно. Как это наказывали? Если у него... А что скажет психиатр? Аминозин действительно является психотропным средством. Это ваше мнение или это факт? Это абсолютный факт. Естественно, это абсолютный факт. Потому что нейролептики относятся к психотропным средствам. Но другое дело, что любое лекарство в любом медицинском учреждении назначается врачом при определенных показаниях и в определенных дозах. То есть, просто так, незаконно, никому он не подходит? Абсолютно. У меня есть комментарии для тех, кто... А вот теперь я прошу, если есть что сказать, возьмите микрофон. Для тех, кто не читал публикацию в газете «Сан Ди Таймс», и вопрос к Александру Никуевичу, я не хочу, чтобы подменялись понятия. Английские журналисты написали о истощении и плохом питании не таких детей, как Наташа. В этом интернате содержатся разные дети. Когда речь шла об истощении, речь шла об истощении тех детей, которые, к сожалению, не могут кушать сами. И вот одна из фотографий вот таких детей. Это свежая фотография, сделанная на Рождество журналистами английской газеты «Сан Ди Таймс». Помимо того, что нам пытаются сейчас показывать Наташу и рассказывать, как Наташа хорошо кушает, когда в интернат приехали журналисты, вместо вот этого ребенка им попытались показать совсем другого ребенка. И сказали, что английские журналисты сумасшедшие, потому что у ребенка замечательные щечки и отличная попка. И кушает он замечательно. И на вопрос, что ты любишь кушать, малыш, он ответил колбаску. Этот ребенок кушает своими руками. Дети, о которых идет речь, дети, которые голодают, это дети, которые не едят самостоятельно. Это дети, на кормление которых специально обученные люди должны тратить как минимум полчаса. Это дети, которых кормят из зонда, которые нуждаются в специальном питании высококалорийным, которого, к сожалению, по ряду причин, видимо, в этом интернате нет. По каким причинам? Это вопрос к Александру Григорьевичу. Возможно, эти причины вполне объективны. Но не надо показывать Наташу, Александр Григорьевич. Это так? Нет, ну вы же хорошо все знаете. Вы причины знаете, что Санди Таймс опубликовал вчера, что опубликовал сегодня. Мне просто вам хочется рассказать об этой Терезе Филман, которая действительно была у меня в интернате 13 января этого года. Эта женщина ездила ко мне с 2005 года. И в определенном смысле пыталась оказывать какую-то материальную помощь для воспитанников. За все 5 лет она оказала помощь на 16 с чем-то там тысяч гривен. И когда она приехала 13 числа и начала фотографировать детей, для чего это делается? Для того, чтобы вот точно так же, как у вас, выбить слезу, чтобы содрать деньги и потом их распрынкивать. Потому что она заявила, что она на дом-интернат потратила более 70 тысяч долларов. Это ложь, да? Да, это на мой дом-интернат. Это ложь, да? Это нормально, да? На 2 тысячи привезла и на 70 отчиталась. Вот чего она испугалась и затеяла всю вот эту катавасию. Посмотрите на это. Ни во Франции, ни в Испании, ни в Голландию поехала женщина. Она поехала почему-то в ваше заведение. Тоже есть в этом справедливые слова. И вот там у сняла вот этот майданок. Да готовишь страшно смотреть. Мне лично страшно. Когда я пришел в дом-интернат, вы знаете, 30 лет тому назад, мне было еще страшнее. Потому что эти... Абсолютно он прав. Не вы туда пришли, а он туда пришел, да? И ни один из нас здесь сидящих чуть не хочет идти работать в дом. Это тоже важные слова. Так вот я хочу вам сказать, что из 82 детей приезжает регулярно 22 мамы. Две мамы звонят постоянно, присылая посылки. Из вот этих 82 человек наш коллектив поднял на ножки и поставил. И детки ходить начали. Около 20 человек. 35 человек начали кушать самостоятельно. Сидя, с приставными столиками. Откуда появляются такие дети? Ведь к нам их такими же привозят, правильно? К сожалению, они такими рождаются. Правильно. К сожалению, восстановить их во многом невозможно. И они рождаются, к сожалению, такими в каждой стране. Да, в каждой стране. Совершенно верно. Но такого ужаса, как здесь, не состоит. Вы знаете, мы не можем говорить о том, что наша страна вот такая самая страшная в отношении того, как наблюдают, лечат, ухаживают за этими детьми. Хотя бы потому, что мы не знаем. С другой стороны, у меня действительно тоже возник вопрос. Хорошо. Есть публикация в Санди Таймс. Для чего? Меня, как психолога, я в том числе медицинский психолог, интересует, вы совершенно правильно начали говорить, мотивация данного поступка. Цель сбор средств, брать этих детей в какие-то семьи. То есть я хочу видеть результат. Причем я хочу видеть результат не через месяц, потому что через месяц можно размахивать флагом. Я хочу видеть результат через 5, 7, 10 лет, когда я буду знать, что такое-то количество воспитанников такого-то дома создали. Кто-то создал свою семью, кому удастся, дай бог вам. Кто-то хорошо адаптировался в какой-то, может быть, приемной семье. Или вернулся в свою семью. Я хочу увидеть конкретный результат. Поддержку социума, микросоциума, мезомакросоциума. Это зависит от кого? Это зависит от политики государства, так? Как вы считаете? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Почему, когда недавно был по телевидению сюжет, американская семья установила мальчика из Украины, хромого мальчика из такого же интерната? Вот как Женя, как Женя. У меня третий, это ребенка. И показывают сюжет, парень играет в баскетбол. Объясните мне, почему он там играет, сволочь, в баскетбол, а здесь все валится у нас из рук? Почему, объясните, почему здесь они не ходят и лежат со слюнями, ничего не соображая, как овощи и только колют их психотропные? Почему там он играет в баскетбол? И это сплошь и рядом. Если он не ходил, то он плохо, но ходит там. Если он ходил, то он бегает уже. Почему? Ведь нигде больше нас, я имею в виду Украину, Россию, не говорят о духовности и душевности. Почему именно здесь такое свинство происходит везде? Но свинство происходит не везде. Но в Шахтерске нет свинства. Но в Дружковке рядом с Торезом нет свинства. Это факт. Другие интернаты, да? Донецкая область рядом, 100 километров. Абсолютно разные интернаты. И люди разные, заметьте. Потому что там дети второго профиля, так называемого, а у меня четвертого. Вы понимаете, что этих детей привозят умирать. Я вам сейчас зачитаю такую очень невеселую картину. Это называется летальность. 23 воспитанника, поступившие в интернат, привозили из других областей, забирают родителей. Другие учреждения, ну не забирают родителей, а естественно, от них поотказывались. В тяжелейшем несовместительном жизнью состоянии. Эти дети пребывали в интернат и проживали там всего лишь от нескольких дней до нескольких месяцев. Леонид Эл поступил в интернат из 7 до города Жакон. Умоляю, это уже мы так углубляемся. Я просто вам говорю, прожил в интернате 10 дней, второй 6 дней, второй 6, третий 6, 12, 9, 21, 17, 2 дня, 6 дней, 1 день. Вы понимаете, что привозят трупы в интернат? Вот чем и отличается Торецкий дом-интернат от всех остальных. Я хотел бы еще раз, если эта передача уже заканчивается, насколько я понял, так вот я хочу во вслевослышание всем сказать на примере мамы Мураковой. Вы правильно сказали, что и мне тяжело это говорить, и если бы не окончание программы, может быть, я и не сказал этого. У нас сзади, я так понимаю, гость. Секунду, не упадите, пожалуйста, не упадите. Я так понимаю, Григорий, что это бывший ваш воспитанник, да? Это бывший наш воспитанник, да. Да. Все. Алексей, стой, сиди, не дергайся, все, все, все. А, на тормоз поставь. Да. Он бы хотел тоже вам кое-что сказать. Да, мы с удовольствием выслушаем. Пожалуйста. Все говорят, что Бог у нас в стране дом-интернат. Это быкня. Наташа переводит все, я слышу. Все, что она говорит, она все понимает. Это общество. Сами нормальные люди. Сами нормальные люди. А вы хотите, чтобы это было золото. Спасибо. Я думаю, что можно больше ничего не говорить, что это для всех, для нас проверка. Для матери, которая может протянуть больному ребенку ложечку ложечку, а может не протянуть. И, конечно, для правительства, наверное, в первую очередь. Меня зовут Дмитрий Нагиев. Спасибо, что вы оказали нам честь и сегодняшний вечер провели с нами. Мне завтра будет что рассказать. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok